Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и выбросили на продажу контейнер из Bizon TC45, премиумная ТТшка 8 уровня, которая вроде бы как бы обещает быть крутым премиумным танком, но в то же время, ребят, я бы не торопился делать такие выводы. Шанс выпадения самого контейнера составляет 5%, это действительно круче чем 1,5 или 0,5% по сравнению с другими контейнерами, которые есть в игре, но все-таки, ребят, шанс получить 100 единиц золота составляет 5,5% и 5% составляет шанс выпадения 200 золота, то есть в принципе шанс выпадения машины равен шансу выпадения 100 либо 200 единиц золота. Поэтому не торопился бы сразу ставить все на кон данной рулетки. Что касается самого Bizon TC45, машина странная, вот, ребят, реально странная, к бронированию мы еще вернемся, и причем ультимативной броней как бы круто он не выглядел, а он действительно выглядит круто, я как бы не буду говорить о том, что это прям шлаковый внешний вид, он действительно мне очень сильно нравится, люблю такие машины в таком строгом дизайне. Но, ребят, по броне обсудим чуть позже. Что касается самого орудия, оно настолько странное, насколько можно только себе представить. Я понимаю, что разработчики пытаются добавить чего-то нового в игру и пытаются постоянно что-то придумывать, и спасибо им большое за это, потому что однообразие действительно удручает. Но здесь реально странно. Я буду сравнивать его с Минотауру по одной простой причине, потому что у них типа одинаковый стиль барабана, только задом наперед у Басота, ой, Бизонты, господи, по сравнению с Минотауру. Так вот, ребят, если у Минотауру вы играете снарядами, и для того, чтобы реализовать максимальный ДПМ, вам необходимо отыгрывать полный барабан, но постоянно перезаряжать только первый снаряд, да, который отпущенный был, потому что там скорость перезарядки первого снаряда быстрее всего, то на Бизонты, наоборот, ребят, вам необходимо зарядить два снаряда в магазин и работать от последнего, от второго снаряда. 6,4, заявленная скорость перезарядки. Тогда, когда вы отпустите второй снаряд, и начнет перезарядка барабана по новой, и первый снаряд будет заряжаться первым, то вам придется прождать целых 17,3 секунды для того, чтобы дождаться выстрела всего лишь на 310 единиц льфы. 310, я понимаю, 450 или 500, тогда можно было бы еще подождать, но в целом, ребят, отыгрывая от второго снаряда, вы находитесь в пределах разумной пушки с обычной цикличной перезарядкой, и ваш вот этот вот второй выстрел на 310, он нифига реально не решает. Я понимаю, еще если бы вы за два этих выстрела могли накинуть тысячу, да, урона, и таким образом кого-то вынести вперед гуслями в ангар, окей, согласен. Но явно не 17 секунд перезарядки ради 310. Отсюда, ребят, и получается, что урон в минуту всего лишь 1400 на восьмом уровне у тяжелого танка, и этого действительно, ребят, мало. Что же касается брони данной машины, я бы сказал, что броней данная машина не обладает. Не обладает она по той причине, что по большому счету здесь бронирована только вот эта вот часть в башне. То есть, получается, есть углы вот здесь вот, скосы какие-то, да, есть защита от фугасов, но когда вы эти всем панели снимаете, то вы видите, что есть броня только вокруг маски орудия плюс-минус, и дальше приведенка там 240 плюс-минус, да, вот так вот. Что касается передней части, то картонный нижний бронелист, и только вот эта передняя планка еще хоть как-то будет танковать. Что касается бортов, то здесь и сотни не наберется, а здесь вообще в районе 50 или 60. Короче говоря, ребят, ультимативностью данная броня обладать однозначно не будет. Но не будет она обладать по той причине, что как бы вы не танковали, все равно в игре есть количество танков, которые обладают реально лучшей бронированностью. Посмотрите на силуэты в отношении брони на специальной платформе. То, что я вам говорил, что в верхней части вот здесь вот 261, 305, но это, ребят, с учетом приведенки. Без приведенки всего лишь 130. Что касается брони по башне, 222 с приведенкой, и здесь уходящие 252, но всего лишь 130 без приведенки. Отвернули голову и сразу оголились 130, а сзади вообще 80. Нижний бронелист 84, 89, 90, там с учетом приведенки. И нижний бронелист низ его, да, вот здесь вот прям совсем под нищим, 25 миллиметров и 75 с учетом приведенки. Ультимативной брони, как бы грозно данная машина не выглядела, нет. И даже если вы вернете все вот эти вот экраны, то здесь все равно добавляется совсем чуть-чуть. И противофугасы, типа, должны срабатывать. Но, ребят, по большому счету, ну кто вас будет шить фугасом тогда, когда вы тяжелый танк, ну и, соответственно, вас будут бронебойными, в первую очередь, бить, а не фугасными снарядами. Поэтому, ребятки, я не спешил бы ставить прям на пьедестал данную машину и много раз подумать перед тем, как покупать контейнеры, которые выставили. Потому что ценник действительно кусается. Ценник настолько кусается, что реально за эти деньги можно купить себе просто премиумную машину, классную, восьмого уровня, фармящую, нагибающую. И не пытаться вытащить кота из мешка. За 10 тысяч голды уж точно купите. За 17 с половиной можете взять себе танк десятого уровня. Что касается реальных денег, то эти контейнеры, ребят, были оценены в 5 баксов за 2 канта единоразово и 5 баксов за 1 конт, который вы можете открывать постоянно до неимоверного количества раз, сколько вам там денег хватит. 5 контейнеров можете купить себе за 20 долларов и 12 контейнеров за 50. Не кажется ли вам, что это реально очень дорого тогда, когда за 35 баксов можно взять себе машину 10 уровня, не пытаясь доставать ее из контейнера? Это мое честное, субъективное мнение по поводу Bizon TC45 и по поводу того предложения, которое есть в магазине. Если вы со мной не согласны или согласны, пишите обязательно в этом в комментариях. Я буду вам безумно благодарен. Особенно будут благодарны ребята, которые смотрят данное видео для того, чтобы принимать решение покупать или не покупать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно возвращайтесь на видео. Для этого нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропустить. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.